На территории республики незаконно действует 138 мусорных полигона и лишь на 11 свалок можно вывозить коммунальные отходы. Нарушения есть практически во всех муниципалитетах, а единственный недавно построенный Старожевский полигон, на который деньги были предусмотрены госпрограммой, в эксплуатацию до сих пор не введен. Проведенные с нарушениями идеологические исследования участка и некачественная подготовка на его основе проекта повлекли в невозможность реализации проектных решений. Однако администрация района настояла на продолжении строительства. Как следствие, из расхода на свыше 150 миллионов рублей, а ввод полигона в эксплуатацию будет возможен только после внесения изменений в проект, похождения его повторной государственной экспертизы и проведения дополнительных работ по завершении строительства. На эти мероприятия требуется дополнительное финансирование и достаточно длительное время. Частично решить проблему помог бы раздельный сбор мусора с последующей его переработкой. Однако чиновники на местах внедряют технологию неохотно. Между тем, например, компания Комитекс для нужд производства вынуждена закупать пластиковое вторсырье из соседнего региона. Не справляются пока некоторые руководители муниципалитетов и со строительством гособъектов. Так, в Усцельме под следствие попал руководитель администрации района Алексей Поздеев, подписавший фиктивный акт выполненных работ при строительстве детского ясли сада на 120 мест. В рамках исполнения муниципального контракта администрация района подрядчику КОО «Мирекс» на строительство объекта перечислен в денежные средства за фактически невыполненные работы в размере более 3 миллионов рублей. По указанным фактам возбуждено два уголовных дела по части 4 и части 5 ст. 159 Уголовного кодекса, которые соединены в одно производство и расследуются. За первое полугодие выявлено 150 коррупционных преступлений. Львиная доля взятки среди фигурантов – должностные лица МРСК Северо-Запад, Комиэнерго, Воркутауголь, Департамента пенсионного фонда. Еще одну серьезную проблему озвучил на коллегии федеральный инспектор, непосредственно контролирующий в регионе исполнение поручений президента России. Просьба создавать нетерпимость к случаям смерти, будь то ДТП, будь то смерть на воде. Вы смотрите, система профилактики не работает. Мы в этом году уже потеряли 43 человека на дорогах, ДТП, 1700 раненых. Мы потеряли 25 человек на воде, из них 10 детей в прошлом году потеряли одного ребенка. Просто в 10 раз. Федеральный инспектор попросил прокурора в каждый случай разбирать на внеочередной комиссии и усилить информирование жителей об опасности беспечного поведения как на проезжей части, так и на воде. Наталья Литкевич, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывкар.